Парывы трубопровода, разгерметизация тепляльных приборов. Моцный мороз имкнулся вывести со строя обсталявания и объекты, от которых залежит безпека и комфорт насельництва. Але позаштатных ситуаций за тыдень было усягу некольки. З их литеральная пара, запоминальных для супрацовников жилево-коммунальной господарки. На выправление остальных тратились литеральные годины. Як ЖКГ Гомельщины працевала у морозные дни, репортаж Марыны Северяновой. Обследовали все подвалы, убрали какие-то ситуации, которые могли вызвать, значит, аварии и размораживание систем. Ну и за время этих морозов появилось, значит, две заявки, значит, но температура воздуха, мы обследовали эти квартиры, температура воздуха составляла социальный стандарт 18 градусов. Но вместе с тем нами было принято меры, чтобы как-то все-таки, значит, повысить температуру. Люди-то привыкли, что теплее, правильно? Да, да. Вот. И, значит, мы обращались к обл. теплосети, к гор. теплосетями и вместе решали этот вопрос. И, собственно говоря, на следующее уже утро, значит, все нормализовалось. Спускаемся у подвала одного из домов по улице Волгоградской. Некоторые же хоры скарделися, что под час морозов у квартиры было холодновато. Но нормативы все-таки выполнялись. Они же из-за 18 градусов температура по ветру в покоях не опускалась. Все показчики-специалисты могут отсажить на отлеглости. Так само все башни и вось на этих экранах. Сам прибор, с помощью которого мы можем отслеживать температуру подачи и обратки теплоносителя, с помощью которого регулируется подача от теплоносителя, мы здесь можем отследить мгновенный расход, сколько на данный момент заходит теплоносителя в этот дом. Ну и, помимо этого, контролировать расход ежемесячно и в зависимости от этого выставлять определенную сумму для оплаты жильцам. И все-таки за тыдень у Гомелей в области ситуация часом выходилась под контролем. В некоторых выпадках доводилось пробегать до допомоги воротовальников. Але такие авары, у основном связанная с порывами трубопроводу, были одинковыми. У целом же морозы великой шкоды региону не нанесли. Единичные ситуации были. Это и в Хойниках был порыв водоснабжения, который устранили в течение четырех часов. Несколько домов были без холодной и горячей воды. Это и были проблемы и в Гомеле, кое-какие по жилфонду. Также устранялись довольно оперативно. И в Жлобине был порыв теплотрассы, который тоже благодаря совместным действиям наших работников был. Город остался с теплоснабжением и работы были выполнены своевременно. Чтобы покинуть заявку о проблеме, которая относится сфера деятельности жилево-коммунальной господарки, нужно потелефоновать по номеру 115. Зворот примут, проанализуют и накируют для выражения. Марина Северьянова, Сергей Комко, Утейлера, до компании «Гомель».